Бетонная плита едва не придавила персонал мусоровоза, когда те убирали контейнеры. Новый поворот в истории непопулярной свалки, которая растет вокруг баков в поселке Плодопитомник. Они уже давно недовольны ей из-за антисанитарии, а теперь уже из-за угрозы жизни. Я вот была дома, выезжала, буквально выехала, ну секунды просто. И они вот так стоят с машиной, которая мусор вывозит, говорят, ну все, смотрите, вот что произошло. Я просто вчера пришла, когда в полицию, они мне сначала то хотели, то не хотели заявление принимать. Просто говорю, ну как говорят, трупа нет, дела нет, да. А вот надо просто подождать, когда трубу, и когда вот эти вот две оставшиеся плиты рухнут, и тогда будет у нас все хорошо. Юристы подтверждают, что теперь площадка для выброса мусора представляет опасность. За перенос контейнеров в место подальше от жилых домов жители воюют больше года, безрезультатно. Предполагают из-за того, что подходящая площадь недалеко от домов известных барнаульских чиновников. Мусор стоит на водоотводе и рядом с газовым оборудованием, тем не менее суд не посчитал расположение опасным. Несмотря на то, что суд отказал, однако в судебном решении судья прописала о том, что данная площадка, она не соответствует требованиям, и ее необходимо провести соответствующее укрепление этой площадки, по сути, там, сделать новые плиты и так далее, да, не говоря уже там о переносе. Однако, несмотря на это, администрации уже в течение нескольких месяцев, при наличии судебного решения, указания об этом суде, что необходимо ее укрепить, администрация бездействовала. Бездействие администрации могло привести к трагедии. Мимо контейнеров постоянно ходят люди. Но теперь чиновникам придется срочно решать проблему. Мы приехали, когда плиты хотели переложить с площадки. Но и рабочие отвлеклись на угрозы нашей съемочной группе. Он говорит, сейчас камеру разобьем, и все. Ну, говори. Достаточно оперативно сотрудники приняли решение убрать сломанное заграждение, однако почему-то при нас работы проводить они отказываются. Причина неизвестна. А я напомню, что если заграждения около мусорных контейнеров нет в рамках частного сектора, то это является нарушением санэпидемиологических норм, и эти контейнеры должны быть вообще отсюда ликвидированы. В итоге рабочие уехали, ничего не убрав. Заседание по переносу контейнерной площадки должно было пройти 15 апреля. Из-за пандемии его отложили на неопределенный срок. Но внезапное обстоятельство, как считают юристы, должно помочь решить судьбу мусорных баков быстрее. До того, как плиты придавят кого-то из местных жителей. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.